Президент Беларуси Александр Лукашенко во время собрания заявил, что готовит безвозмездно рекламировать продукты предприятий Белкопсоюза, если они будут выходить под брендом Ябатька. Он отметил, что если под маркой Батька еще будет что-то придумано, например, как модное название Ябатька, и если кто-то захочет его продавать, он бесплатно будет рекламировать эту продукцию. Напомним, что слово Ябатька достаточно новое слово, возникшее в среди белорусской оппозиции и обозначающее сторонников Лукашенко. Вдобавок, Александр Лукашенко рассказал, где пробовал самый вкусный хлеб. Об этом он сообщил в ходе собрания представителей членов Белорусского Республиканского Союза потребительских обществ. Лидер Беларуси также вспомнил, как летом он посетил пекарню в Свислоче, где попробовал хлеб. Позднее директор этого предприятия заявила о популярности плетенки и о новом народном названии Батькова. Президент отметил, что попробовал в разных частях мира за свою жизнь все, но когда побывал на Свислоче, понял, что прекраснее хлеба нет. Кроме того, глава республики Шутлипа попросил больше не присылать ему хлеб корзинами. Совсем недавно Лукашенко также сделал заявление о том, что в настоящий момент белорусские граждане страны хотят просто драников и смаженки. Смаженка – это национальное белорусское блюдо, напоминающее пиццу. По словам главы государства, соотечественники уже сыты ресторанными изысками. По словам Лукашенко, его поколение питалось очень просто. Была хорошая, здоровая пища. Хотя она и не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И когда развалился Советский Союз, русские люди набросились на эту. Об этом сказал Лукашенко на общем собрании представителей и членов Белорусского Республиканского Союза потребительских обществ. По его мнению, стремление граждан Белоруссии попробовать что-то новое было естественным. Однако сейчас люди хотят смаженку обыкновенных драников. Также он подчеркнул, что сейчас настал новый период в жизни белорусов. Он провел параллель с маятником. Туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент никто не должен его потерять, отметил белорусский президент. Президент также поручил проанализировать тенденцию к уменьшению числа торговых объектов, особенно в сельской местности, и сделать акцент на качестве обслуживания и ассортименте в них, подчеркнув, что они должны быть не хуже, чем столица.